Телекомпания ВИД при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям представляет. Бинбанк. Официальный спонсор телепрограммы «Жди меня». Первого сентября в этом году, как во всех школах, у нас проходил урок мужества. Но мы решили, что этот урок мужества пройдет у нас необычно. Ребята будут рассказывать о войне, которую пережили их родные. Про дедушки, про бабушки, бабушки. Я горжусь моим прадедом. Его зовут Железнов Василий Яков. Он работал в тылу. Разрабатывал новое оборудование для подводных лодок. Мой прадедушка участвовал в войну за Сталинград. Там он был ранен. После Германии он вернулся на родину в семью. А Егор рассказал про своего дедушку. И эта история нас всех очень удивила. Его дедушка, когда была война, он был маленьким. И когда ему было 3-4 года, он потерялся. Мой дедушка не знает свою фамилию и когда и где родился. Знает только имя. Его имя – Вася. С малых лет он воспитывался в детском доме. Когда кончилась война с фашистами, мой дедушка, не дождавшись своих родителей, сбежал из детского дома с целью найти их. Его ловили и отправляли в другой детский дом. И так он побывал в городах Ташкента, Ферганы, Самарканда, Термеза. И вот уже в Термезе его установили Соловьёвы. Я подумала, как же ребёнок мог жить без родителей? Как же это он всё перенёс? Как же он всё это пережил? Хочется ему чем-то помочь. Он уже живёт очень долго. И без настоящих родителей. И без братьев настоящих, предсестёр. Мы тогда решили, вот если есть вот такая вот передача «Жди меня», и она помогает людям найти своих родных, близких, то мы решили, что можно отправить письмо на эту передачу и что они могут там помочь. Помню Узбекистан. Сбегая с детского дома, старшие научили – меняй фамилию. При поимке, значит, называешь совершенно другую фамилию. Тебя, естественно, не отправляли в тот детский дом, а отправлялись в какой-то другой. Моё направление было в России. Потому что воспитатели нам говорили, что вас привезли из России. Фамилия. Имя я оставлял, не менял никогда. Васей мне звали, Васильков, он мне так и оставался. А фамилия? Ну, первые, помню, первые фамилии, вот что осталось у меня в памяти, это либо Житков, либо Житкевич, либо Щиткевич. Вот это первое, которое я понял. Вероятно, вот среди этих фамилий и есть где-то моя настоящая. Какая? Не знаю, потому что я потом менял много. Я был и Зайцевым, и Юркиным, и Ленским, и Ярославским, и в последнее время Соловьёвым. Вот когда меня усыновили, да. Да, прошло много времени. Дети мои выросли, появились внуки. И я оставил надежду найти своих родителей и родственников. Но как-то младший внук, приедя из школы, говорит, что мы всем классом написали письмо на передачу «Жди меня». Хотим тебе помочь. И это было для меня неожиданностью. И надо признаться, что у меня появилась надежда. Не скажу, чтобы большая, но надежда затеплилась. Как видите, в нашей поиске включается целое новое поколение. Поколение, которое, когда наша программа только начинала выходить в эфир, ещё просто не появилось на свет. Добрый вечер. Вы смотрите программу «Жди меня». Наш телефон 660-1052. Итак, мы начинаем. Добрый вечер. Я надеюсь, что на этот сюжет будут отклики. Несмотря на то, что прошло после войны уже 65 лет, люди продолжают находиться, и, может быть, и здесь кто-то найдётся. А за неделю, пока мы не виделись, найдено ещё 517 человек. АПЛОДИСМЕНТЫ Хочу напомнить вам, что мы провели первый телемост с Пекином. Итак, Китай может стать шестой страной мира, с которой нашу программу свяжут долгосрочные партнёрские отношения. Опять и такой страной, как вы помните, стала Турция. АПЛОДИСМЕНТЫ Хочу напомнить вам, как это было. Добрый вечер всем, кто смотрит программу «Жди меня». Добрый вечер всем, кто собрался в Останкино. Добрый вечер, Михаил Ефремов. Наша студия находится в самом центре Стамбула, на площади Токсим. Это второе известное место после набережной Босфора в нашем городе. У нас к вам накопилось уже довольно много просьб. Вот, например, сейчас слово просит Киев. Привет. У нас есть такая история, поиски по которой нужно везти в Турции. Это сестра моей подруги Толкачёва Анна Михайловна, которая в 2001 году, 25 июня, уехала в Турцию на заработки. Ну, как бы, род деятельности неизвестен, но мы догадывались. Она позвонила 26 июня, что добралась хорошо, доехала. И вот с тех пор, уже 8 лет, о ней нет никаких известий. У неё растёт сын, которому 14 лет. Не видел маму уже 9 лет, растёт с бабушкой, очень скучает. И хотелось бы узнать, где она, как жива вообще. Мы так подозреваем, что она ли потеряла документы, или нет возможности выбраться в Украину. Хотелось бы, чтобы она добралась назад домой. И Беларусь тоже сейчас с нами на связи. И тоже хочет вас кое о чём попросить. Добрый вечер, Минск. Добрый вечер всем, кто смотрит программу «Жди меня». Мы рады приветствовать вас в Минске. Это Инна Буйкевич из деревни Святисы Брестской области. Теперь её фамилия Биян. Она вышла замуж за гражданина Турции. Возможно, он владеет сетью магазинов по продаже радиотехники. И Инна работает в одном из этих магазинов. Самое важное и приятное для нас в том, что уже даже на этот самый первый телемонст Истамбулом пошли отклики. И люди уже находятся. Конечно же, надо всё проверять. Но вот, например, по этой заявке из Белоруссии на поиски Инны Байкевич пришло несколько откликов. Мне не терпится, конечно, сообщить эту новость нашим коллегам в Минске. Они с минуты на минуту должны выйти с нами на связь. Но пока мы ещё успеем чуть подробнее рассказать об этой истории. И пусть о ней расскажет родная тётя пропавшей Инны, которая живёт в Брестской области, в городе Ляховичи. Давайте посмотрим. Шесть лет мы ищем. Я просто не могу понять, почему так произошло. Я думаю, просто случилось что-то такое, что Инна не может о себе дать знать и не может просто здесь появиться. У неё нет то ли связи с нами. Может быть, она где-то без паспорта. Может быть, она где-то в каком-то месте, откуда нельзя приехать. Такое ощущение, если бы Инна стояла здесь передо мной. Это, наверное, был бы самый счастливый момент в моей жизни. Инночка, милая, ты не представляешь, как ты нам дорога. Мы буквально каждый день вспоминаем о тебе. Ты для меня как, собственно, ребёнок. И мама твоя тебя очень ждёт. Твоя фотография постоянно с ней у изголовья. Она болеет. Она лежит, но она надеется и ждёт. И каждый день она достаёт твою фотографию, смотрит и вспоминает. Всё-таки Инна есть. Она приедет. И мне даст силы выздороветь и встать на ноги. Мне говорят, что Республика Беларусь вышла с нами на связь. Минск, вы нас слышите? И слышим, увидим. Добрый вечер, Маша. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер всем, кто смотрит программу «Жди меня». Добро пожаловать в Минск. Спасибо огромное. Добрый вечер. Добрый вечер всем, кто смотрит нас в Беларуси. К нам в Минск приходит очень много вопросов со всей Республики Беларусь. И вопрос один-единственный. Как самочувствие, как здоровье Игоря Владимировича? И когда он вернётся в программу? Вчера мы созванивались с Игорем Владимировичем. Он уже дома. Чувствует себя, слава богу, лучше. Выходить на работу врачи ему пока не советуют. Просили ещё немного отлежаться. Он, разумеется, всем передавал огромный привет. И из Беларуси ему огромный привет. И пожелание побыстрее выздоравливать. Мы все его очень ждём. И мы тоже. Спасибо, спасибо. Обязательно передадим. Я хочу вам сказать, я уже это говорил, но не уверен, что вы нас слышали в Минске в этот момент. Я хочу сказать, что пришли новости из Турции. Да, спасибо огромное. Нам уже позвонили из московской редакции. И мы, в свою очередь, тут же, конечно, связались с сыниной тётей. Здравствуйте, Елена Николаевна. Здравствуйте. Добрый вечер. Я знаю, что новостей из Турции вы ждёте уже очень давно. Но думаю, что когда мы вам позвонили, всё-таки это стало для вас неожиданностью. Я поддерживаю. Это стало большой неожиданностью. Настолько, что телефон, который был у меня в руках, выпал из рук. Конечно, я ожидала, что телепередача «Жди меня» помогает практически всем. Но в такую минуту отключается просто сознание, и не веришь своему счастью. Елена Николаевна, добрый вечер. Добрый вечер. Я знаю, что хотя письмо в нашу программу написали вы, но ищите Инну. И вы, и её мама, и её бабушка. А мама и бабушка сейчас, насколько мне известно, на Украине. Правильно? Да, они проживают в Крыму. Понял. Киев. Киев, вы нас слышите? Мы слышим вас хорошо. Но, к сожалению, мама и бабушка Инна сегодня не смогли приехать в нашу студию. Но мы побывали в Крыму, и у нас есть видеоплёнка, которую мы можем вам показать. Давайте посмотрим, что они привезли. Она работала в Одессе. В магазине работала. Вот. А там был знакомый из Запорожья, который тоже ездил туда, в Стамбул, за товаром. Ну и вот, и её порекомендовал, чтобы там её на работу встроили. Если бы вот именно позвонили в мою дверь, я могла бы открыть, если бы Инка, я, может быть, выстрелила бы. Была бы здоровая сразу. Елена Николаевна, после того, как Дима показал в нашей передаче фотографии Инны, пришло несколько откликов. Два отклика пришли из Турции, а третий из Казахстана. Алмата, вы слышите нас? Слышу вас хорошо. Добрый вечер. После того, как программа «Жди меня», в которой показали телемост с Истамбулом, вышла у нас в Казахстане, пришёл отклик из Караганды. И мы сразу же отправили туда нашу съёмочную группу. Ну, передачу «Жди меня» я смотрю всегда. У меня в семье даже улыбаются. Мама-то кого-то потеряла? Ты всё время её смотришь. И вот я получила спецсвязь, работала за столом, слышу текст, что началась передача в Белоруссии тоже, и поднимаю глаза, и вижу фотографии Инны. Я тут же набрала номер телефона, службу, и говорю, что я знаю этого человека. Вот эта женщина из Караганды рассказала, что Инна работает в Стамбуле, в одном известном магазине. И тем временем пришли отклики из самой Турции, и в них тоже шла речь о том же самом магазине. Стамбул, вы нас слышите? Добрый вечер, Михаил. Добро пожаловать в Стамбул. Вы что-нибудь знаете про этот магазин в Стамбуле? Да, это очень известный магазин в Стамбуле. Он находится в районе Амар-Али, приблизительно 5-10 километров от нашей студии, точнее, от площади Тарсин. Именно так мы нашли их. Смотрите. Наверное, по-моему, не видно, у меня все прекрасно, все хорошо. Я работаю, живу. Буду успокоиться обо мне. Ничего не происходит особенного, просто работаю, живу, как нормальный человек. Ошибка была, что я не звонила, но у меня были на это личные свои. Я не хотела, просто хотела потеряться, и все. Так как мне сообщили, что она болеет очень сильно, ну, надеюсь, я в скорое время приеду домой. Что бы хотела передать, просто что вы не думали, со мной все звонили, меня нашли. Поговорим, если встретимся, то поговорим о всем. Ну, вот так, общими усилиями четырех стран, мы нашли вашу племянницу. Спасибо вам большое. Я не знаю, как благодарить. Какому Богу молиться за то, что вы есть на свете? Мы будем надеяться, что теперь Инна действительно свяжется и с вами, и с мамой, и с бабушкой. Все успокоятся, все наладится, и все будет нормально. Спасибо большое вам. От всего сердца. Что-то сейчас произойдет. А вы можете сейчас подойти ко мне? Прошу вас. Вот, происходит. Подойдите сюда. Поговорите. Алло, слушай. Алло. 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 Инночка, ты? Да. Мне ни слов, Инна. Ты где пропала? Я не пропала. Инночка, приезжай сюда. Приезжай к нам, приезжай к маме. Приезжай к брату, они тебя ждут. Мама каждый день молится на то, чтобы ты приехала к ней. Светлана, я возьму все телефоны ваши. Мне всегда дают ваши телефоны. Тогда созвонимся, поговорим уже. Хорошо. Хорошо. Я больше не буду теряться. Хорошо. Умница, хорошо. У меня просто все ваши записаны. Хорошо. Самое главное, больше не будет теряться. Вы не переживайте, у меня все нормально. Мы тоже надеемся. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы прощаемся с вами, но ненадолго. До скорой встречи. Минс, до свидания. Мы пойдем дальше и дадим слово тем, кто приехал к нам сегодня. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Обухов. Я ищу своего папу Обухова Сергея Николаевича. Это 52-го года рождения, уроженца города Ташкента. 26 марта 2005 года он в городе Москве, он проживал здесь с сожительницей. И позвонил ей и сказал, что он находится якобы на Казанском вокзале и поуезжает в командировку в Тольятти. Вот пять лет, никто не знает, где он. Бабушка, 83 года, тоже проживает в Ташкенте, каждый раз смотрит вашу передачу. Очень сильно надеются, что он когда-нибудь объявится. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Будем надеяться на отклики от наших зрителей. 660-1052. Звоните, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Бруев Сергей Федорович. Приехал из Смоленской области, в Сафоновский район, деревня Лягушкина. Ищу сестру родную, Бруеву Татьяну Федоровну, с которой остались в 43-м году. А было так. Когда немцы влезли на работу, они, молодежь, разобрала пол, разломала чем-то, не знаю, и убежали во время движения поезда. Потому что, когда стоят, нельзя было ударать. Мы после этого оказались, что у вас с венцами, а мать считалось, что она погибла. Но после войны пришло два письма. Вот, оказалась она живая. А скажите, пожалуйста, откуда были письма? С Германией. И вот ждем, и все. 67 лет не дождемся. Вот так. Очень хочется, чтобы они откликнулись. 660-1052. Будем надеяться. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Смирнова Наталья Викторовна. Я ищу своего мужа. 30 октября он поехал с другом встречаться в районе Чистой пруды. И когда друг вернулся к себе домой, а мой муж не вернулся. Был он одет в зеленую куртку болотного цвета на молнии, синие джинсы, белый свитер под горло и коричневые замшевые ботинки. Смирнов Антон Николаевич, 73-го года рождения. Пожалуйста, звоните, если кто-то что-нибудь знает. 660-1052. А мы будем ждать. Спасибо. Здравствуйте. Я Куксенков Александр Николаевич. Ищу свою сестру, подтыкала Оксану Анатольевну, 79-го года рождения, которая ушла из дома, встретилась с парнем со своим. Потом в 11 часов она позвонила своей подруге. И сказала, что вот сейчас буду идти домой и зайду к тебе. Но так до сих пор ничего о ней не известно. 660-1052. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Кольцов Евгений Алексеевич. Я разыскиваю своего друга и сослуживца Никитина Сергея Дмитриевича. В 2006 году он поехал в город Москву на заработки. И с тех пор о нем ничего не известно. Наш телефон 660-1052. Звоните, пожалуйста. Девочки. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Таня. Я ищу молодого человека, с которым мы познакомились на Черном море в поселке Лазаревский Сочинского района. Его зовут Алексей. Он из Саранска. Ему примерно 30 лет и 6 лет он занимался штангой и является мастером спорта. Хотелось бы отыскать его. А фамилию его не знаете? Нет, к сожалению, нет. Вообще мало общались, информации немного, но... И фотографий, я так понимаю, тоже нет, да? Алексея. Да, нет. Алексей из Саранска, наш телефон 660-1052. Очень будем ждать вашего звонка. АПЛОДИСМЕНТЫ БИНБАНК Официальный спонсор телепрограммы «Жди меня». Как вы знаете, на Казанском вокзале есть киоск, который так и называется «Жди меня». Открыт он для того, чтобы туда могли обратиться все те, кто никогда не доберется ни до этой студии, ни до нашей редакции. И вот одну запись, сделанную в этом киоске совсем недавно, я и хочу вам сейчас показать. Где вы пришли в себя? На берегу Волги на песке. А что у вас было при себе, когда вы... Ничего, только вещи. Вы ничего не помните? Откуда вы? Да. Есть ли у вас мама, папа, родственники? Ничего не помню. Скажите, кто-нибудь в нашей студии узнал этого человека? Я видел. Здрасте. Здравствуйте. Кем он вам приходится? Это мой племянник. Он является родной сыном моей родной сестры. Он в Средней Азии. Они 10-12 лет назад жили здесь, в этом Средневарском районе, в Куганаке у меня. А потом что-то сестра сказала, ой, тут холодно, много одежды надо и уехала. Там племянник не хотел уезжать. Ну, он маленький был еще. И они уехали. А потом он сказал, дядя Нур-Ислам, я все равно к тебе приеду, говорит, когда-нибудь, говорит. И уехал. А потом вот, ну, лет 10 вот уже прошло. Вот просто, вернее, в этом году. Получая этот, пишет сначала письмо мать его. Потом сестра, вот, говорит, Ильгиз, говорит, летом вот пропал, пропал, говорит, с корейцами. В общем, уехал на заработки в Волгоград, говорит, там корейцы вроде там набирали людей. Волгоград, говорит. Вот с ними он уехал, говорит. А потом вот опять уже летом один раз звонок был. Он сказал, здравствуйте, дядя Нурик. Я, говорит, живу в Волгограде, говорит. Жди, я в гости, говорит, к тебе приеду. И все. И опять пропал. И опять пропал. А потом мать вот буквально недавно вот письмо прислала, да, и, говорит, вот найди его, он пропал, говорит, ничего о нем не слышно. И прислала вот эту фотографию маленькую, говорит, последнюю. Не, ну я отсюда не увижу, конечно. Вот. И вот так. Но вы его сразу узнали, я видел. Давайте проверим вживую. Да. Ильгиз. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ой, Ильгиз. Я все-таки до меня добрался, да? А я тоже не говорил. Все-таки приедет, приехал. Чего бы меня это не стоило, говорит. Ну, спасибо. Спасибо. Что случилось-то, Ильгиз? Расскажи, Ильгиз. Как на берегу Волги? Ну, я когда от корейцев уезжаю. Ушел, получилось так, что напали на меня. Ну, не напали, просто подошли двое молодых людей и сказали прикурить, спросили. Я сказал, что я не курю, потом, не знаю, не то удар поступил, не то... Ну, я, короче, в глазах помутнело, ну, а потом я на берегу Волги в себя пришел. Ну, самое главное, что нашелся, и вы знаете, я с рук на руки сдаю тебя, дядя. Спасибо. И вы знаете, по поводу памяти, у нас есть знакомые наши врачи, которые умеют работать вот на тему как раз потери памяти человека. Ну, выражаю вам спасибо большое, благодарность ваша поздравления. Поздравляю вас, что нашлись. До свидания. До свидания. Хочу вам сказать, что эта встреча, как и многие другие, стала возможной благодаря поддержке нашей программы, ее официальным спонсором, Бинбанком. Мы снова и снова обращаемся ко всем, кто работает в больницах, приютах, приемниках, распределительных. Если вы видите человека, который оказался в беспомощном состоянии, не может сообщить о себе ничего, пожалуйста, проверьте, ничут ли его родные и близкие. Сделайте это как можно скорее. Мы уже знаем, что чаще всего этих людей ищут, любят и ждут. Фотографию этого мужчины прислали из ростовской больницы. Кроме имени Коля, он ничего о себе не помнит. Владимир Васильевич Ефимов. Приехал из Свердловской области в гости в Братск. Но там у него украли деньги и документы. Теперь Владимир Васильевич живет в больничном коридоре. Больше негде. Эту пожилую женщину обнаружили на вокзале в Воронеже. Никаких документов при ней не было. Неизвестный. Провел в больнице уже больше двух лет. Еще один неизвестный. Был обнаружен на территории одной из московских ТЭЦ. Теперь в больнице. Эту женщину нашли в Рязани. При себе у нее было несколько самодельных кукол. Еще одна неизвестная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Если вы что-то знаете об этих людях, пожалуйста, сразу же свяжитесь с нами. По телефону 660-10-52. Маша, кто-то еще, по-моему, поднимал руку. Давай всех обойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Якулев Никита. Я ищу Воронину Ксению. Мы познакомились с ней в Лондоне в 2004 году. На протяжении пяти дней, которые мы с ней были знакомы, знаете, это были самые удивительные пять дней в моей жизни, я ни к одной из девушек, которых я знаю, не испытывал таких чувств. И после пяти дней знакомства она бесследно исчезла. Я, к сожалению, не знаю ее ни номеров телефонов, нигде она живет. К сожалению, нет ни одной фотографии, потому что у меня были проблемы с компьютерами, они все пропали. Очень бы хотел ее найти, узнать, что произошло за эти пять лет, заново познакомиться с ней. Очень надеюсь на вашу передачу. Скажите, Никит. Да. Как можно за пять дней не узнать ни номер телефона, ни адреса, ни почты электронной, не договориться о том, как связаться? Ну, вы знаете, когда мы были в Лондоне, мы общались, естественно, но у нас были лондонские номера телефонов. А, лондонские семьи. Да, поэтому мы созванивались с ней по тем номерам. И как-то, знаете, за пять дней у нас не заходило разговоров еще на темы переписок в Москве. Я просто думал сделать это попозже, и мы с ней договорились в очередной день встретиться, и она пропала. То есть номер телефона не отключил. А где вы встречались? В Лондоне, да? В Лондоне. Познакомились мы с ней в клубе Министре Оф Саунд. Круто. Вот. А дальше, соответственно, очень много гуляли по скверам, по паркам, по Лондону, фотографировали, ходили по музеям. Но, к сожалению, она пропала. История очень такая интересная. Сейчас мы вам покажем видео из этого клуба. Посмотрите внимательно. Может быть, она там есть? Субтитры подогнал «Симон» Никого не узнали? Нет, вы знаете, к сожалению, никого. Скажите мне, пожалуйста, доблестная наша милиция из Лондона привезла нам фотографии? Давайте. Вот людей нам не выдают, а фотографии из Лондона сразу присылают. Идите, Никита, сюда. Будем искать. Будем узнавать по фотографиям. Их много. Вот смотрите. Вот на этой. Понимаете, смотрите. У нас такой. Сейчас вот здесь вот можно посмотреть. И вот тут еще. Вот такие мощные. Здесь вот плохо на него. Из Лондона фотографии недавно привезли. Самый известный лондонский фотограф. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Идите, беседуйте. Спасибо. И не теряйтесь больше. Вы смотрите программу «Жди меня». В нашу программу пришло письмо из Америки. Очередное письмо за номером 1 миллион 44 тысячи 905. Письмо с просьбой о помощи. Смотрите на экран. Привет. Меня зовут Джефф Хенниксон. Я хотел бы немного рассказать мою историю, которая началась в 1986 году. Тогда мне поставили страшный диагноз – рак мозга. И моим родителям сказали, что мне осталось недолго. Родители обратились в организацию, помогающую детям с серьезными заболеваниями. Я встретился с людьми из этой организации, и они спросили, «Есть ли у меня какое-нибудь желание? Хотел бы я чего-нибудь?» Я ответил, что хочу поехать в Советский Союз и встретиться с Михаилом Горбачевым, чтобы попросить его прекратить холодную войну. Они спросили, «Почему я этого хочу?» Я ответил, что видел, как многие маленькие дети умирали от рака. В то же самое время правительство Советского Союза и моей страны потратили большие деньги на то, чтобы убивать друг друга. Мне это казалось совершенно невероятным. Вот поэтому у меня было такое желание. Вскоре о нем написали местные газеты и рассказали сначала на местном телевидении, а потом на национальном. После этого я получил приглашение поехать в Советский Союз с группой «Молодые послы Америки». Там мы встречались и общались с разными людьми. Помню, что меня повезли на какую-то дачу. Я тогда подумал, что мне хотят устроить встречу с Михаилом Горбачевым, ведь это было моим желанием. Но это оказался не он, а какой-то член ЦК. Помню, мне было очень грустно. Но в то же самое время мне посчастливилось познакомиться со многими русскими детьми. Я чувствовал невероятную связь с ними. Я думаю, что они испытывали то же самое ко мне. Мы смотрели на мир одинаково. Когда я был в России, как-то меня пригласили на интервью. Меня спрашивали о моей поездке в Советский Союз, чем я здесь занимался, о моих мыслях, об отношениях двух наций. Спрашивали много и подробно. У нас был длинный разговор. Вскоре я вернулся в США. Мне кажется, что вся поездка в Советский Союз заняла около 10 дней. Спустя три месяца после возвращения домой, мне позвонили из Москвы. На проводе был посол США. Он сказал, сынок, я не знаю, что ты тут делал, но у нас для тебя письма со всего Советского Союза. И тогда я поделился с ним своей историей. Он очень заинтересовался этим. Я был поражен и удивлен содержанием писем, которые я получил. Я был тронут. Именно тогда я понял невероятную ценность той поездки, ее важность. В этих письмах была поддержка, которая мне на самом деле была очень нужна, когда я вернулся домой. Шло время. Я выжил, и я смог даже поступить в колледж. Все эти письма я сложил в коробку, в которой они пролежали 20 лет. А сейчас я очень хочу обратиться к тем, кто писал мне тогда. Я благодарю вас от всего сердца за то, что вы поддерживали меня. Я бы очень хотел встретиться с вами. Это бы вызвало на моем лице самую большую улыбку. Думаю, что у вас тоже. Именно поэтому я обратился в программу «Жди меня». И надеюсь, что они смогут мне помочь найти всех вас. Я хотел только сказать, что, конечно, удивительная эта готовность наших людей бросаться сломя голову на помощь совершенно незнакомым людям. Я думаю, что так устроены люди у нас в России, на Украине, в Белоруссии. Это то, что нас всех объединяет. И если бы это было не так, то мы бы, наверное, были бы не мы. Если бы это было бы не так, то и жизнь была бы более осмысленной, более логичной. Но чудеса бы в ней происходили, наверное, бы пореже. А чудо в данном случае произошло. Это потому что Джеффри выздоровел. Вот как бывает. Ищите друг друга, что бы ни было. И ждите, несмотря ни на что. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам огромное. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ